Хайнань Привет! Хайнань, говоришь? Хайнань это райское место. Хайнань это прежде всего самое главное это звук смеющихся китайцев. Он настолько звонкий, он настолько удивительный но рассмешить их очень сложно. Поэтому я тебе даю достаточно сложную задачу. Если ты привезешь звук падающего кокоса для этого тебе нужно забраться на него и привести этот звук чтобы китайцы рассмеялись поэтому я желаю тебе удачи я желаю чтобы китайцы улыбались я желаю чтобы все отдыхали замечательно. Дерзай! Удачи тебе! Дамы и господа! Говорит и показывает большой чемодан мы ведем свой репортаж находясь на краю света так называется это место. Раньше считалось что именно на этих камнях заканчивается территория Китая. Но наше акустическое путешествие по тропическому острову Хайнань только начинается. Меня зовут Руслан Фаршатов Здороваемся! Цао Шанхао Хайнань А остров уже там Забыл Задача небольшой команды большого чемодана оказавшись на один день в чужой стране найти все ее звуки ну или почти все Находим, записываем и помещаем на акустическую карту мира Свои аудиопоиски мы ведем прибегая к помощи подсказок соотечественников и всей интернет планеты И еще! Нам во что бы то ни стало нужно различить местную известную песню и попробовать заработать на ужин Мы же странники! Важная деталь Собирая свой чемодан в планетарную медиатеку мы ни в коем случае не претендуем на энциклопедичность. Для этого написаны тысячи противоводителей Наша цель лишний раз убедиться в том что весь мир большой чемодан С уверенностью могу сказать, друзья что никогда мой китайский не приблизится к идеальному Вся надежда на мелодию Пожалуй только по ней местные островитяне смогут узнать песню про море, маму и детство Это мое в исполнении Задача подтянуть произношение и узнать вообще известна эта песня здесь или нет Нихао Вы знаете эту песню? В детстве мама говорила, что море моя родина куда бы я теперь не поехал и море и мама всегда со мной Это я перевожу Это, заметьте, очень красивую мелодичную песню Казалось бы, китайский язык Главное мое удивление это то, что и на китайском Слово мама звучит как мама Слышите? Безопасности Мне завтра Слово мама Пойду Пойду Товарищи разговаривают со мной уверенно, уверенно думают, что я знаю язык Неужели, черт побери, я приближаюсь к правильному китайскому? О, все, я отсюда не уйду сейчас. Подумайте только, 300 дней в году, не меньше 26 градусов тепла. Остров сказка, остров мечта. Начинаем с курортного города Санья, а именно с главной его достопримечательности – грандиозной статуи богини Гуань-Инь. Высота 108 метров. Величественная статуя, очень почитаемая в Китае богиня, спасающая людей от всевозможных бедствий, каждый день собирает вокруг себя верующих со всего мира. Вот на этих ленточках, смотрите, заветные желания. Есть даже с мольбой о хороших оценках в школе. Строили богиню Гуань-Инь 6 лет. Здесь, на Хайнане, она имеет три лица. Одно направлено внутрь острова, а два других – в Южно-Китайское море. Тем самым божество благословляет и защищает и Китай, и весь мир одновременно. Есть ощущение, что пора заканчивать с праздными шатаниями по парку Нань-Шань. И уже что-нибудь расслышать и записать. Мы торопимся, друзья. Нас ждут буддистские монахи из звуки храма Нянь-Шань. Звуки храма Нянь-Шань. Звуки храма Нянь-Шань. Я, конечно, оцепенел от всего этого действия. И просто ушел в звуковую атмосферу. Скорее всего, монахи исполняют буддистские мантры. А в этих священных текстах каждое слово, слог и даже отдельный звук может иметь глубокий религиозный смысл. Идуисты полагают, что мантра – это определенная форма речи, и она влияет на разум, эмоции и даже на внешние предметы. После такого получасового действия я еще долго приходил в себя. Вместо того, чтобы расспросить у служителей храма о значении звука в буддизме, в результате дождался сами видеть чего. Я думаю, что это не последний буддистский храм на пути большого чемодана. В следующий раз обязательно разберемся со значением индуистских молитв. Возвращаемся на набережную Саньи, где я уже час совершенствую свой китайский. Песню, которую мучительно учил по слогам, знают и любят. Не помнят слова, но с удовольствием напевают. О, какие китаяночки молоденькие, красивенькие, да? Красивые одни. Песня, конечно, располагает к медленному созерцанию. Но нам-то искать звуки нужно. Хайнаньские. Олег Яковлев, помните, наш звездный подскачек? Хайнань – это райское место. Навел на звук падающих кокосов. И мы неторопливо и вкратчиво ищем и поем. Поем и ищем. Присоединяйтесь. Да, хай, я, да, хай. Шивуш яча, дей фа. Хай вон чуи и халану. Циво пьяо, лисы фа. Почему смеются все время? Я хочу спеть с ним песню. Он смеется. Помимо миллиарда китайцев, в Китае проживает еще 56 народностей. Говорю это не случайно. Мы прибыли в этнографическую деревушку, выстроенную специально для туристов. Это культурный центр двух коренных народов острова Хайнань. Ли и Мяо. Мяо и Ли. Особая достопримечательность – фольклорные бабушки с ткацким станком на вытянутые ноги. Бабули песни не знают, потому как разговаривают на языке мяо. Китайский не учили. Ох, тонкая работа. Главное зрелище, куда туристы толпой. Это, безусловно, фольклорное шоу. По-настоящему красочное и шумное зрелище. Я, конечно, больше всего запомнил длину девичьих юбок. Это про них говорят, что, мол, не юбка, а пояс. Так, а вот это уже совсем интересно. Танец «Прищими нога». Это даже не танец, а скорее игра. Парные бамбуковые палки двигаются в ритме, а ты должен, не задев их, успеть перебежать на другую сторону. Будем разучивать. Окей, я готов. Бамбуковый танец, так он называется, был чистым развлечением крестьян. Родился естественным способом на стельхозугодиях. Исполнялся на праздниках, в том числе и по случаю окончания пассивных работ или сбора урожая. Если поначалу я что-то вроде бы запомнил, как заканчивать этот танец, я не знаю. А, ну понятно, Лил, вот это другое дело. Это окей, окей. Так, покажи еще раз. Я не запомнил, еще раз покажи. Вроде все просто, особенно когда палки обездвижены. Не, похоже, надо завершать. Дискач на бамбуке. Простите, я просто как бы, сейчас. Я, знаете ли, плохо танцую, но зато хорошо пою песни. Все, говорит, не дергайся, я буду держать тебя за палец, все сделаю сама. Хорошо. Еще чуть-чуть и пришлось бы на карте записывать танец бамбука. А нет, все сложилось. Это все-таки бамбуковый танец на острове Хайнань. Под самый финал концерт народов Ли и Мяо подарил нам еще один аудиообъект для акустической карты острова Хайнань. Звук, пищащий на всю округу. Сразу интересно, сразу разберемся. Расскажите, пожалуйста, для чего вообще свистели с помощью листьев? О, все заметили, как засветился наш свистул? Есть, что вспомнить. Есть. Король свистун свистит с помощью листа фикуса. Надо тоже попробовать. Тем более, угрозы нет. Карман пуст и до вечера не предвидится изменений. Можете меня научить? Я очень хочу научиться. Нет, я как бы... Как-как-как-как-как... Сломался первый музыкальный инструмент. Хорошо. Погодите, мы у нас в России играем на других листьях. Сейчас, минуточку. Я вам покажу. А, нет-нет-нет, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Нет-нет-нет, сейчас я сделаю, ребят. Сейчас, минуточку. Ну что ты будешь делать-то? Как бы не облажаться-то? Ну это было... Если б знали вы... Вот из той фразы. Сейчас-сейчас. Нет. Вот здесь, господа, мне... Баранка. Ничего не получилось. Свист народа ли. Именно так заносим на карту. Это высокодецибельное искусство. Плясали-плясали, свистели-свистели, пели. Почти не пели. Ели? Совсем не ели. Исправляемся. Курица, крылышки. Волобей? Воробей? Волобей? Воробей? Потому как хорошо китайский шашлычник произносит слово волобей, понятно, что шампур с этой птицей идет лучше всего у российских туристов. Экзотика. И нас, добрый товарищ, угости, а? Шао-ши-хоу, мама-дуй-вотя. Ла-ля-щи-бин-пи-я. Да, хай, туши-ву-кусья. Хай-ли-чу-шоу. Хай-ли-чан-чан. В голодные годы китайцы научились готовить все. Конечно, голод он ведь не тетка. Воробья я никогда не ел воробья. Удивляться, хвататься за голову. Как так? Как они это едят? Не стоит. Жизнь заставила. Неужели действительно угостит? Просто вот так, за песню. Целый? Не-не, погоди. Просто так. Просто так. Не-не-не, погоди. Не-не, погоди. Не-не, погоди. Не-не, погоди. Ага, тогда, когда поем песню. Спасибо. Птица есть птица. Папа всегда говорил, хорошая песня строить, жить и есть помогает. После небольшой паузы продолжим акустическое путешествие по Китайской Народной Республике, а точнее по самой ее южной части, острову Хайнань. Что еще порадовало ухо и сердце Трубадура? А вот что. На острове с названием «Попробуй выговори» Фэнь Цэй Джоу мы пересчитаем все кокосы по звучной наводке Олега Яковлева. Если ты привезешь звук падающего кокоса, для этого тебе нужно забраться на него и привести этот звук. Сразу скажу, не все плоды захотели упасть к нашим ногам, но мы старались, хорошо старались. Нет, мы просто так не сдадимся. Местные, как всегда, хихикуют. Там же на берегу мы познакомились с певчей тропической птицей, поющей в караоке в пустынном зале. Время с пользой. Подтянем произношение народной китайской песни про маму и море. Ну а ближе к вечеру в Санье, кто только что начал смотреть нас, так называется курортный город на острове. Так вот, в Санье мы решили провести эксперимент и попробовать спеть не на улице, а в пятизвездочном отеле, чтобы потом, соответственно, отведать пятизвездочный ужин. Получилось или нет, все впереди, в большом чемодане. Дайте звук гонка, пожалуйста. Все о путешествиях по Китаю на сайте Государственного управления по делам туризма Китайской Народной Республики welcome2china.ru Ранее в большом чемодане, как всегда, были звуки. Ну а как же, мы же акустические путешественники. Все началось с того, что мы забрались на высоченные валуны, которые называются край света. И что там увидели? Огромную статую богини Гуань-Инь увидели. Она не только большая, она еще и трехголовая. Так надо. Рядом с Гуань-Инь храм Нянь-Шань, где мы записали удивительную полифонию звуков буддистского ритуала. Далее мы отправились в этническую деревню коренных народов острова Хайнань, Ли и Мяо. Вот где мы наполнили свой чемодан не только фольклорными песнями и танцами, а еще и художественным свистом. Мы, конечно, пытались всеми силами издать тоже хоть какой-нибудь звук, но долго и безрезультативно. Также долго, но результативно учились танцевать народный бамбуковый танец, где главное это не прищемить ногу бамбуковой палкой. В общем, весело было и звучно. Присоединяйтесь к нам, большой чемодан едет дальше. Остров Хайнань продолжает дарить нам звуки, а мы продолжаем загружать их на акустическую карту. Хотим больше звука, ну серьезно. Хотим услышать, как звучит этот чудо-остров. А еще учим песню, она не должна нас оставить сегодня голодными. Я напоминаю, что сегодня вечером у меня задача спеть и заработать на ужин. Максимум на всю большечемоданную команду, минимум только на себя. Да, как бы эгоистично это ни звучало. В азиатских странах не знают, что такое уличный музыкант. Я тут не виноват. Хотя голодный оператор это, знаете, плохой оператор. Поэтому будем стараться. Нет, нет, я не то чтобы познакомиться хочу, я хочу проверить песню. Да. Сказал, пистолет в сумочке. Сумку забыли. Как вы тут сидите, очень горячо. По-моему, градусов 40. Очень жарко. Очень жарко. Слом. Слом? Не жарко, тепло. Девчонки китайские панически боятся загореть. Поэтому ходят намотанные, перемотанные. Привык уже пробираться через эти занавески. Спасибо. А, поцеловать? Конечно. Город Санья. Единственный в Китае международный приморский курорт. Здесь считаются сразу 10 туристических ресурсов. Солнце, море, пляж. Климат, лес, животные. Термальные источники, колорит, фольклорные деревни, горные пещеры. Поэтому, если все эти слова прямо сейчас забьете в гугл. Привет, гугл. На первой странице будет Санья. Названец звучит сомнительно-вопросительно. Поэтому разъясняю. Состоит оно из двух иероглифов. Первое – Сань, что значит цифра 3. И второе – Я, что значит пересечение рек. Все понятно теперь. Санья находится в дельте трех рек, которые впадают в Южно-Китайское море. Дамы и господа, остров Фэнь-Цэ-Джоу. Кристально чистое море, но не для нас. Мы сюда за кокосами. Залезьте, говорит, на пальму. Уроните кокос. Спасибо, Олег. Подсказал. Кто-то купается в теплом море, а кто-то отдыхает в тени кокосовых пальм. Вот видите, пожалуйста. Лежат себе на гамаках. Все спокойно, все хорошо. Ни о чем не заботятся. А ведь кокос может упасть. Нет. Уверена, что все будет нормально. Потому что сегодня здесь поработал сбивальщик кокосов. Отпусти, говорю. Так что, готовы? Пишем звук падающих кокосов. Отойдите оттуда, сейчас кокос на голову упадет. Я же не просто так стою здесь. Чем кокосы сбивать, друзья, лучше на гитаре играть. Так, тихо-тихо, нет, я справлюсь. Нормально. Ты смотри, чтоб на тебя не упало. Черт возьми. Я сдаюсь, я не могу. Сбиватель кокосов из меня не кокосовый вообще. Почешем языками. Переведем дух, так сказать. Скажите, пожалуйста, вообще были такие случаи, что падают кокосы на людей? Нет, никогда не было. Вообще никогда? Нет, никогда не было. Не будет. Если бы они не были, они будут сжигать. Сейчас они не будут сжигать. То есть вы занимаетесь только тем, что сбиваете кокосы? Я сжигаю кокосы уже 3 года. Когда наступает сезон созревания кокосов? Это 1-2 часа. А вот видите, друзья, какой крюк. Получится, не получится, у меня второй заход. Значит, инструкция по сбиванию кокосов. Достаете 5-метровую палку и... Да нет никакой инструкции. Просто вкалываете, как проклятый. Ну что, с цирковым номером сбивальщик кокосов можно отправляться на гастроли по южнокитайскому побережью. Такой аниматор в пальмах. Работает, веселит тропических лежебов. По-моему, успех гарантирован. Опять, что ли, танец бамбука? Держите себя в руках, молодой человек. Сделал! Царь кокосовой рощи! Итак, вот он, самый желанный звук аудиостранников. Повторите, пожалуйста. Вырезаем пахтящие звуки новоиспеченного кокососбивальщика и на карту. Алло, Олег, алло! Ну что у вас там хорошего на Хайнане? Давай рассказывай. Да, все отлично, готов отчитаться. Значит, первое. Кокосы падают круглый год. Нет никакой сезонности в этом деле. И второе. Здесь, на Хайнане, никто не ждет, пока они упадут. Так что нам пришлось сбивать их самим. Вот вам там делать нечего. Ну рассказывай, что, чего и как. Подробности. На самом деле, ничего удивительного в этом нет. Целый штат сбивальщиков кокосов здесь работает. Скажи, ну и как там тебе в роли кокососбивателя? Ну сразу скажу. Задача не из легких. Сбивали старательно и с переменным успехом. Ну, звук есть и он в чемодане. А чем вы там сбивали? Камнями, камерой или ногами, руками, двое? Специальное приспособление. Такая бамбуковая удочка на конце серп. Ну, короче, тот звук, который я рекомендовал, он тот самый и есть. Поздравляю. Конечно. Спасибо большое вам за такую историю интересную. Ну все, давай, пока. Сбежать с кокосового острова не получилось. Тут у нас живописная картина кокосового масла. Одинокий исполнитель в караоке в пустом зале. Есть сцена, музыка, голос. Нет только зрителя. Поэт, конечно, самозабвенный, с такой подачей, как на правительственном концерте. Ну да, никому не нужен, зато нужен нам, акустическим путешественникам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да уж, учиться, учиться и учиться. Уходим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рискнем? У страха глаза здесь, в Китае, невелики. Возможно такое, что сегодня я буду петь сегодня здесь, а вы за это накормите нашу команду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть звуки с острова Хайнань. И есть ощущение, что не все собрали. Не все. Хорошо, что впереди еще один день. А сейчас концерт. Очень уж кушать хочется. Субтитры создавал DimaTorzok Волнуюсь, что ли? Кто знает. Поджарит сейчас, как китайского воробушка и фамилии не спросит. Значит, сегодня ужин у отдыхающих отеля Tangla проходит в открытой зоне, под шум прибоя. Ничего, сейчас этого шума уже никто не услышит. Так, с чего начать? С чего начать? Так, китайскую спеть пока не решаюсь. Ну и английские хиты здесь никого не цепляют. А петь мы для себя не привыкли. Меняем репертуар. Достаем старую пластинку золотые хиты СССР. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Дело, как видите, принимает массовый характер. Продолжаем. Ну и все. Публика разогрета. Как видите, не только советскими хитами. И в полной боевой готовности. Поем народную китайскую. И лучший хором. Ладно, здесь что-то plural. Ладно, надо. Нормально. Начинаем мне попасть в их наших чем-тоить. Никière очень пить. Какие長ки праздник разворачив 여기서. Если ты lived Snack,test Você собираешься. Сейчас ты расисли идеи с нами и звениться не diversиателя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы заработали на пятизвездочный ужин Это в первый и последний раз в большом чемодане Поэтому заранее извиняюсь перед всеми уличными музыкантами Первый день акустического путешествия по острову Хайнань закончился Красного, пожалуйста Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана И прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok